Молдавские власти на примере Гагаузии показали, как будут поступать с теми, кто не разделяет их точку зрения. В прошлом году Гагаузию лишили налоговых льгот. И вот теперь в Кишиневе заявили, что льготы вернут, если Гагаузия проведет референдум и поддержит евроинтеграцию. Об этом говорили в эфире одного из румынских телеканалов. Деньги идут в Гагаузию, но районы, населенные гражданами, поддерживающими европейский курс, остаются обделенными и завидуют автономии, которая любит Путина и получает при этом европейские деньги. Уазу Нанто и представитель правящей в Молдове партии признал, что отмена налоговых льгот для Гагаузии – это наказание за неправильную геополитическую ориентацию. «Льготы автономии, возможно, вернут, но только после того, как Амрад проведет референдум и покажет, что хочет в ЕС, и тогда мы, может, дадим вам деньги», – заявил Нантой. В этом же эфире политолог Анатолий Царану призвал блокировать западную помощь для Гагаузии и назвал это финансированием сепаратизма. По словам Царану, выживание Гагаузии зависит целиком от Кишинева, который должен научиться быть хозяином в своей стране. Гагаузию как автономию надо упразднить, уверен Царану. «Гагаузия остается инородным телом в государственной системе. Это тело используется максимально для дестабилизации ситуации в стране и наносит ущерб безопасности Молдовы. К сожалению, Кишинев до сих пор не нашел способа ликвидировать эту опасность». С начала года Молдова ввела таможенные пошлины на товары, которые идут в Приднестровье. По сути, это запрещенное для всех стран двойное налогообложение. Потому что эти же пошлины наши экономические агенты уже платят в бюджет Приднестровья. По предварительным подсчетам, ущерб для Приднестровья составит до 16 миллионов долларов в год.